Думаю все любят строить простые и маленькие самоделки из лего, так что сегодня речь пойдет о 10 супер крутых и простых идей из лего. И идея номер 1 это квадратный батут, в котором используется немного простых деталей. Самое интересное в этом батуте это как присоединяется сеточка к пластинам. Вы можете взять плейт один на один и соединить его сетью, закрепив всю конструкцию тайлами. Этот батут идеально подойдет для мини фигурок или его можно поставить в развлекательный центр. Для следующего дизайна у меня есть полная игровая установка, которую на удивление очень легко сделать. Для экрана я взял тайл 2х4 и закрепил его к модифицированной пластине с зажимами. Возле монитора вы можете видеть принтованный тайл 2х1 в виде клавиатуры. И для мышки я использовал закругленный тайл 1х1. Еще снизу под столом имеется имитация подсветки, сделанная из палочки 1х4. Также в левой части стола имеется крепление для наушников. Но мне кажется, чего-то тут не хватает. И да, следующая идея это игровое кресло. Этот стул имеет довольно сложную конструкцию, но сделать его довольно легко. В основном он состоит из гнущихся деталей. Кроме того, вам понадобится несколько тайлов и несколько плейтов. Для колесиков я использовал круглые плитки 1х1. Также, чтобы присоединить подлокотники, я использовал не совсем легальное лего соединение. И теперь у нас есть полностью игровая установка. Так что теперь вперед играть в Майнкрафт. Следующий у нас на очереди это игровой автомат. Это действительно простая постройка. Тут используется несколько кубиков с дополнительными креплениями. Для джойстика я использовал вот эту вот деталь. И конечно, этот автомат сделан в разных цветах, потому что игровые автоматы должны быть очень красочными и привлекать внимание. Еще у меня есть качели. Качели могут быть разных форм, но мне нравятся именно эти качели, которые есть в каждом дворике. Также сюда можно посадить минифигурку. Но чтобы сделать эти качели, я использовал очень разные детали и соединения. Думаю, самые редкие детали это две цепочки. Для нашей следующей постройки у меня есть аквариум. Чтобы сделать стекло, я использую эти части лобового стекла автомобиля. А также пару дополнительных прозрачных панелей. И конечно, самая креативная часть этой постройки это настоящий аквариум. Я просто использую несколько зеленых тайлов, растительность, разноцветные плейты один на один. И самое главное, рыбка. Конечно, вы можете использовать детали те, которые есть у вас. Теперь я вам хочу показать транспортное средство. И это газонокосилка. Выполнена она из очень маленького количества деталей, но выглядит просто потрясающе. Для крепления колес я использовал обычную вот такую вот деталь. Хочу отметить, как сделана выхлопная труба. В ее конструкции лежит техник пин и палочка 1.4. На палочку просто одевается пин и получается выхлопная труба. Еще на эту газонокосилку можно посадить минифигурку. И само собой, этот аппарат еще умеет ездить. Также я вам хочу показать кресло-качалка. Это очень интересное кресло из-за того, что оно умеет качаться. Для этого я просто использую изогнутые детали 2 на 1. И благодаря такой поверхности кресло может качаться. Еще у кресла регулируется спинка с помощью вот этих вот шарниров. Ну и конечно на такой трон можно посадить минифигурку. И следующая идея понравится тем, кому нравится аэрохоккей. Это реально очень классная постройка из лего, а главное простая. Тут используется немного деталей с дополнительными креплениями, плейтов и тайлов. Для ножек я использовал обычный техник пины, но также можно поставить обычные плейты 1 на 1. Добавим на стол шайбу, пару игроков и мы готовы к игре. И для последней десятой идеи я вам хочу показать необычную позу для минифигурки. Сделать такую позу медитации очень легко. Просто соедините две ноги и прикрепите их параллельно друг к другу. А к телу присоедините два плейта 2 на 1. И вы получите очень классную позу для медитации. Ну а какая идея тебе понравилась больше всего пиши в комментариях. Всем пока.